МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возобновить отлов бездомных животных в Вилючинске потребовал глава региона Владимир Солодов. Губернатор назвал недопустимой ситуацию, связанную с приостановлением отлова из-за отсутствия сотрудников в службе благоустройства города подводников. Из-за решения кадрового не работает приют уже длительное время. Еще раз, это же заблаговременно нужно решать, а не в тот момент, когда из-за какого-то решения у вас встало важное направление работы, и встало просто, вы там на замок заперли эту функцию и все. Ну, я считаю это неприемлемо абсолютно. И прошу, Сергей, сделать выводы. В целом, не первый тревожный звонок по кадровому обеспечению города. Я прошу как-то внимательно проработать эти вопросы с тем, чтобы у нас надежно и понятно, как обеспечивались основные функции местного самоуправления. Владимир Солодов отметил, что проблема может подвергнуть риску благополучия жителей Вилючинска. Хочу обратиться с тем, что это ваша ответственность. Если функция перестает работать, это ваша прямая ответственность. Как она работает? На рынке, в штате. Это все нужно, это все серьезные и, как сказать, это не игрушки. Это жизнь, здоровье, благополучие людей. Конкретно по Вилючинску у нас много нареканий. Происходят несчастные случаи, регулярные травмирования и так далее. И все это косвенное свидетельство о проблемности того, как работает администрация. Не первый тревожный звонок. Я прошу, Сергей Игоревич, его проанализировать и принять меры по исправлению. Ранее сообщалось, что администрация Вилючинска совместно с агентством по ветеринарии региона занимается поиском новых сотрудников в местную службу благоустройства. Будут высаживать деревья, которые не вызывают аллергию. Обращения жителей края учитываются при озеленении общественных территорий на Камчатке. Как сообщили в службе благоустройства Петропавловска, в городе отказались от высадки тополей, так как во время цветения этих деревьев у людей обостряются аллергические реакции. В службу благоустройства поступают жалобы о том, что в городе много посажено тополей, и из года в год в начале лета они начинают пушить, и пух летит. И люди, которые страдают аллергией, от этих деревьев страдают. Поэтому при принятии решения о посадке деревьев, о списке выбранных культур, мы, конечно же, исключили тополя, и были выбраны только те культуры, которые не приносят вред. Так, 200 саженцев березы, рябины и ирги появятся в двух строящихся скверах по улицам Звездной и Вольского. Также в рамках озеленения города Петропавловск уже украсили 200 тысяч цветов в клумбах. В городе расставили вазоны и развесили подвесные элементы. Благодаря федеральной поддержке получится закончить быстрее. Активная фаза строительства началась на новом театре кукол в Петропавловске. Глава региона Владимир Солодов посетил строящийся объект и пообщался с подрядчиком, который вел первый и второй этапы строительства. Строительство театра кукол уже идет полным ходом. Это один из тех долгостроев, которые удалось сдвинуть с мертвой точки. Благодаря поддержке правительства Российской Федерации мы получили полный объем финансирования для завершения работы. До сих пор, напомню, он строился кусками из года в год, выделяя финансирование для того, чтобы поддерживать стройку. Сейчас завершение строительства завершено на 2024 год, намечено. Я поставил задачу строителям и всем ответственным службам перепроектировать план работы с тем, чтобы он мог быть завершен в 2023 году. После этого я буду обращаться в правительство Российской Федерации с просьбой передвинуть выделение средств тоже влево для завершения объекта в 2023 году. Это важно, потому что объект востребован. Мы все знаем, в каком страшном состоянии находится действующее здание Театра кукол. Оно по большому счету аварийное, непригодное для эксплуатации. Новое здание Театра кукол почти в 10 раз будет больше старого, поэтому площади нужно грамотно распределить. Это будет не просто здание под существующий коллектив, заслуженный, легендарный для Камчатки. Это станет центром творчества для детей, где будут размещены другие театральные коллективы, детские студии творчества, театральные студии, развивающие кружки. И это здание станет центром притяжения для детей и молодежи всего Петропавловска-Камчатского. В настоящее время на объекте трудятся 10 человек рабочих и две единицы техники. Ведутся геодезические работы по вертикальной планировке в границах земельного участка, а также подготовка к устройству ограждения, работы по зачистке и нанесению огрунтовки металлических конструкций купола. Договорились, что после закрытия контура теплового уже в октябре-ноябре этого года работы продолжатся в круглогодичном режиме. Также хочу напомнить, что средства в полном объеме были выделены благодаря поддержке правительства и благодаря усилиям, которые мы все вместе, общей командой, вместе с Ириной Анатольевной Яровой, с поддержкой председателя правительства Российской Федерации, председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко добились. И, конечно, это большой-большой результат, который в ближайшее время должны ощутить уже все жители Петропавловска. По проекту в здании будут расположены зрительный зал на 250 мест и малый зал на 100 мест. Также там разместят театральный буфет, игровые зоны, зимний сад, уголок живой природы и музей кукол. В театре будут действовать более 15 студий и направлений кружковой деятельности. Рядом с театром предусмотрены территория для прогулок и парковка. Гремящий в строю. Новейший многоцелевой корвет «Гремящий» прибыл на Камчатку. Здесь он будет нести службу в составе Тихоокеанского флота. Встречали корабль в Вилючинске в лучших традициях с оркестром и жареным поросенком. Командующий войсками и силами на северо-востоке России Александр Юлдашев поздравил экипаж корабля с прибытием на родную базу. Экипаж с честью выполнен задачей в ходе строительства корабля внесения боевой службы, участия в учениях под руководством командующего Тихоокеанским флотом. Сегодня вы прибыли в родную гавань, в основной пункт базирования, но вас еще ждет много различных боевых мероприятий, первый из которых в самое ближайшее время это ракетная стрельба с целью подтвердить высокие боевые характеристики основного ракетного комплекса «Калибр». Я как командующий очень рад, что в составе ВКВС появились такие корабли. Я надеюсь, что никто даже не подумает о том, что можно нарушить наши восточные рубежи, зная, что на вооружении Тихоокеанского флота находятся такие мощные многофункциональные корветы. Помимо стрельбового комплекса для ракет «Калибр» «Оникс» и «Циркон», корабль оснащен артиллерейской установкой и двумя зенитными шестиствольными автоматическими пушками. Также в арсенале противолодочное вооружение и вертолет К-27. Но главное, что отмечают эксперты, это уникальный корпус «Гремящего». Он изготовлен по стелс-технологии на основе углеродистого волокна, благодаря чему не отражает радиоволны. Это делает корвет практически невидимым для системы обнаружения противника. «Корабль выполнен в основном из композитных материалов. У него установлены винты регулируемого шага, он может фактически на месте развернуться. На корабле установлено все очистительное оборудование, главные двигатели, вспомогательные генераторы. Техника довольно-таки надежная, отказов было мало. Поначалу были отказы, сейчас отказов вообще абсолютно нет. Корабль показывает хорошо. Мы единственный корабль в своем роде. Проект 2385». Экипаж «Гремящего» – 100 человек. Он проходил обучение в Санкт-Петербурге. Экипаж провел полный цикл швартовых и ходовых испытаний. Также в этом году «Корветт» успешно выполнил ряд боевых упражнений с практической ракетной стрельбой. После торжественной встречи членов экипажа ждала менее официальная, но более радостная встреча с родными, которых они не видели долгое время. Во второй части выпуска МАЗ Медиа Ньюз смотрите. Обращения жителей края учитываются при озеленении общественных территорий на Камчатке. Экскурсии для выпускников школ в долину Гейзеров возобновили на полуострове. Камчатская краевая больница имени Лукашевского празднует день рождения. Об этих и других событиях узнаете далее. Более 160 тысяч обращений жителей региона приняли сотрудники многофункционального центра Камчатского края с начала года. Накануне председатель комитета по бюджетной политике Дмитрий Коростелев провел выездную встречу с руководством краевого МФЦ. На совещании он ознакомился с новшествами, внедренными в центре, обсудил вопросы кадровой политики и исполнение бюджетных обязательств обеспечения работы многофункционального центра. Депутаты законодательного собрания Камчатского края в числе своих приоритетов при рассмотрении законов о бюджете всегда особое внимание уделяют непосредственной работе с населением, качественным предоставлением публичных услуг. В этой связи для нас всегда вопросы обеспечения качества предоставления государственных муниципальных услуг жителям Камчатского края будут первостепенными. На 2022 год мы рассматривали бюджетные проектировки и тогда настоятельно рекомендовали правительству Камчатского края увеличить сигнования на систему многофункциональных центров Камчатского края. В крае работает более 30 территориальных офисов МФЦ в каждом муниципальном районе и округе. С начала года уже приняли свыше 160 тысяч обращений, провели порядка 40 тысяч консультаций. Конечно, непосредственное приближение государственной муниципальной услуги для человека не может не оставаться без нашего депутатского внимания. Поэтому мы и дальше будем считать приоритетным направление бюджетных средств на совершенствование, развитие системы многофункциональных центров, развитие портала государственных муниципальных услуг в интересах наших земляков. Дмитрий Коростелев убедился, что МФЦ Края постоянно совершенствует работу. Большая часть федеральных сервисов переведена в электронный вид, что обеспечивает быстрое и оперативное взаимодействие между разноуровневыми структурами для получения комплексной услуги на месте. Сегодня многофункциональный центр Камчатского края совершенствует свою работу. Большая часть федеральных сервисов уже переведена в электронный вид. Это обеспечивает быстрое и оперативное взаимодействие между разноуровневыми структурами для того, чтобы не гонять заявителя по инстанциям, а непосредственно комплексную услугу он мог получать на месте в МФЦ по запросу. И вообще мы будем стремиться к тому, чтобы заявитель обращался однократно в МФЦ, только уже за получением результата услуги там, где требуется бумажный носитель. А большую часть услуг, конечно, будем переводить в электронный вид. На встрече также обсудили компетенции сотрудников регионального МФЦ. Было отмечено, что руководство центра тщательно относится к профессиональной подготовке коллектива. Я в ходе своих рабочих поездок всегда посещаю офис МФЦ, потому что для меня это такой центр общественного мнения. К слову говоря, и обращение к гражданам, которые поступают в органы власти, они тоже администрируются нашими многофункциональными центрами. Поэтому от того, насколько наши сотрудники будут доброжелательны, искренни в своей работе, собственно, будут зависеть и социальное самочувствие наших земляков. Но здесь руководство очень трепетно относится к работе коллектива, к подготовке. Сотрудники постоянно повышают свою профессиональную квалификацию. У нас универсальные специалисты, они, по сути, готовы оказывать любые государственные и муниципальные услуги. Мы постоянно работаем с административными регламентами для того, чтобы еще упростить процедуру получения услуг. Ежедневно многофункциональный центр Камчатского края принимает свыше 100 посетителей. И каждому человеку стараются оказать государственную услугу в полном объеме. Экскурсии для выпускников школ в Долину Гейзеров возобновили на Камчатке. Ребятам доступен маршрут Долины Гейзеров у зон Налычева. Так, на прошлой неделе на экскурсии побывали 23 выпускника 11-х классов. Те выпускники, которые у нас были записаны на прошлой неделе, были перенесены в резерв. Но уже, поскольку открылся туристический маршрут Долины Гейзеров у зон Налычева, полеты возобновились. И на прошлой неделе у нас вылетело 23 выпускника. Также полеты мы будем продолжать. По статистике на сегодняшний день у нас почти тысячи человек уже оформили сертификаты. Из них порядка 700 – это выпускники текущего года. И порядка 300 – это выпускники предыдущего года. И на заявку у нас сейчас, на заявок на экскурсию у нас на сегодняшний день 462 заявки. Работа продолжается. Мы продолжаем информировать тоже Министерство образования по своим каналам и родителей, и выпускников о возможности получить сертификат. Планируем, что до 1 сентября мы такую возможность будем давать всем. Александра Лебедева отметила, что по предварительным итогам проводимого среди детей опроса преобладают положительные оценки по реализации проекта. На сегодняшний день из 300 человек нам порядка 10% ответило. Преобладают положительные и отличные оценки по уровню организации и самого процесса получения сертификата, и бронирования заявки и взаимодействия с туроператором. Есть единичные замечания, которые мы уже в индивидуальном порядке с туроператорами будем отрабатывать. Очень высоко отмечают работу гидов Крановского заповедника. И в целом мнение детей, что эта поездка запоминается на всю жизнь. Владимир Солодов подчеркнул, что важно не просто получение высоких оценок, а доведение вопросов организации экскурсий до совершенства. Вот этот медведь оказался самым популярным среди мужчин. То есть каждый мужчина подходит и говорит, это же я! Этот обаятельный мишка – один из персонажей, придуманных Светланой Василек. Учительница английского в прошлом, она хотела донести до своих учеников, что язык можно изучать на родных и понятных примерах, связанных с Камчаткой. Я сделала тогда раскраску, обучающую с персонажами, обитателей полуострова на двух языках, с QR-кодом. Тогда это слово было еще никому неизвестно, все его боялись. Мы познакомились с Сергеем, и он поддержал тогда мою идею, ему очень понравилась она. Но мне было страшно уходить с работы, менять свою жизнь, но хотелось что-то нового. То есть хотелось попробовать создать нечто большее. Он меня поддержал, и мы начали пробовать в пандемию строить свой бизнес с нуля, без опыта. Это было очень интересно. Сейчас в лавке «Хэллоу Камчатка» чего только нет. Своя фирменная одежда, кружки, магниты, значки, продукция друзей и партнеров, варенье, мармелад и пряники, натуральное мыло. Комиксы с камчатскими приключениями «Медведя, Евражки и их друзей». Это не первый креативный магазин подарков на полуострове, но Светлану и ее мужа Сергея отличает подход. Были интересные проекты и сувенирные бренды на Камчатке, но так как туристический поток увеличивался, их было недостаточно. То есть постоянно поступал такой запрос, и поэтому мы решили продолжать создавать что-то достойное для Камчатки, интересное, и, собственно, опираясь на то, что уже было в плане качества. То есть нам хотелось сделать именно качественно, что-то уютное, с хорошим сервисом, чтобы люди могли приходить и говорить, у вас так классно, у вас так хорошо, мы, собственно, и ради этого работаем. Это место не только для покупок. Можно сдать пластиковые крышки, они отправятся в плавильню Маргариты Цари. Можно отправить открытку с видами Камчатки своим родным и близким на материке. А можно узнать, куда на полуострове стоит сходить или съездить. Мы начали создавать базу информационную по туристическим компаниям, которые оказывают туристические услуги, с ними выстраивать партнерские отношения, создавать макеты, описывающие их услуги, чтобы мы могли рассказывать гостям нашего магазина, что у нас можно поделать на Камчатке. Светлана и Сергей начинали свое дело с нуля, поэтому без мер поддержки со стороны государства было не обойтись. Они обратились за помощью в центр «Мой бизнес». Нам помогли с нашим софинансированием создать сайт наш. И изначально магазина у нас не было. Была интернет-торговля и продажа сувениров через магазины партнеров. Сейчас мы получили новую поддержку, обратились. Это продвижение в ВКонтакте. То есть мы сейчас работаем. И также у нас видеоролик про наш бренд, который мы будем тоже скоро снимать. Кроме этого, супруги брали микрозайм на пополнение оборотных средств. Есть ощущение, что в любой момент мы можем обратиться и получить помощь. То есть это очень важно. То есть, допустим, когда нужно добавить какой-то аквет или еще что-то, я понимаю, что я могу позвонить в мой бизнес и спросить, вот я буду заниматься такой-то деятельностью, какой аквет мне нужно добавить. И они консультируют, они говорят, мы сейчас все узнаем и перезвоним вам. То есть вот в этом плане очень здорово. Есть ощущение на Камчатке, что ты не один плаваешь в океане, а что есть рядом лодка, на которой в любой момент можно забраться и спастись. Туристическая отрасль властями региона считается одной из приоритетных. И поэтому для предпринимателей, которые выбирают это направление, есть особенно выгодные условия. В структуру центра «Мой бизнес» входит центр кластерного развития, на базе которого создан туристко-рекреационный кластер стратегической важной отрасли для региона. Участники этого кластера на данный момент могут подать заявки на получение следующих комплексных услуг. Это фотосъемка бизнес-процесса, разработка логотипа, регистрация товарного знака, разработка бизнес-плана, также разработка бизнес-плана совместных проектов участников кластера, классификация средств размещения туристов. Данные услуги предоставляются для предпринимателей, которые зарегистрированы более одного года, на условиях софинансирования. То есть что это значит? 10% оплачивает предприниматель, 90% оплачивает центр. Сергей и Светлана сотрудничают с Министерством туризма и Камчатским выставочным туристическим центром. На юбилей края был запущен совместный проект «Туристский информационный центр» на ярмарке камчатских производителей, в котором также можно приобрести сувениры и узнать о популярных туристических направлениях. Министерство туризма и Камчатский выставочный туристический центр абсолютно открыты ко всем идеям, ко всем инициативам, мы их поддерживаем, стараемся их масштабировать и информировать людей о таких открытых и инициативных людях. Сейчас в Министерстве туризма совместно с Камчаттурсервисом ведется массовая работа, масштабная, планомерная по приземлению грантов от Министерства Ростуризма. То есть там сотни миллионов рублей привлечены на Камчатку, которые необходимо освоить в этот сезон. Сейчас идет активная работа с предпринимателями, которые готовы под эти гранты свои проекты заточить. Недавно Светлана и Сергей получили грант от Ростуризма размером более миллиона рублей и теперь собираются расширяться, открыть свой визит-центр для туристов. Да, мы хотим создавать современный туристический информационный центр и внедрять в него интерактивную панель. Также будет у нас шлем виртуальной реальности, в котором можно будет увидеть те части Камчатки, где редко бывают туристы. То есть, например, Крановский заповедник, увидеть обзор на 360 градусов, увидеть медведей в природе. Начать, как и они, с нуля может любой желающий. Достаточно обратиться в Центр мой бизнес. Там и подскажут, и помогут. Крупнейшее медицинское учреждение региона празднует день рождения. Камчатская краевая больница имени Лукашевского отмечает 68-летие со дня образования. Краевая больница – самое крупное многопрофильное лечебное учреждение полуострова, оказывающее медицинскую помощь жителям всего региона. Это больница с широким спектром предоставляемых услуг, нацеленных на решение самых разнообразных проблем. 26 июля 2022 года у нас день рождения больницы. В настоящее время Камчатская краевая больница является ведущим учреждением здравоохранения в нашем Камчатском крае. В Камчатской краевую больнице в настоящий момент оказывается медицинская помощь по 35 профилям. Происходит активное внедрение телемедицинских консультаций с национальными медицинскими и исследовательскими центрами. Врачи, ну и не только врачи, но и среднемедицинские персоналы проходят обучение, в том числе и с помощью дистанционных технологий в ведущих учебных заведениях нашей Российской Федерации. История Камчатской краевой больницы начинается 26 июля 1954 года. В этот день Камчатский областной исполнительный комитет вынес решение о создании областной больницы. Продолжение следует...